У кого-то есть вопросы, кто-то что-то хочет спросить? И те, кто русскоговорящий, кто не понимает английский, или итальянцы, кто не понимает Я бы хотела спросить о свободе личности Где свобода, а где начинается наглость Кто-нибудь знает, что она наглость Я не знаю английский Никто не знает Но вы можете говорить английский Да, я могу знать это слово Где есть реальная свобода, но где есть не свободы, но... Google it Google, Google Может быть перефразируешь просто? Ну вот надо, как можно это сделать Где свобода личности к тебе, ну... Impudence Как? Impudence Impudence, you know? Impudence 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 Спрони И у меня уже написано Сфронтатеться А где вы решили любые границы А Нила, спронтатеться А, спронтатеться У Cadbury В английском я не знаю слово, но немного больше. Где есть свободу? Где есть свободу? Например, когда я любила два человека, это моя свободу или это мальчик? Что такое на свете? Где граница настоящей свободы? У всех есть этот вопрос. Потому что двигаясь по своему духовному пути, вы ищете свободу на самом деле. Был мастер такой Кабир. И он говорил на хинди, две строчки. Он пел. Он пел. Я скажу на хинди, потом переведу. Он говорил сам себе. Он вот находился в обществе, вокруг людей. И хотел, чтобы все были свободными. Он хотел, чтобы все чувствовали себя хорошо, имел очень много состраданий. И хотел, чтобы все были свободными. Потому что он видел, что все чувствуют себя плохо. Всем плохо. В основном, людям плохо, когда они находятся в отношениях. Основная вещь, которая делает вас несчастными, это отношения. Вот он говорил, что быть дружелюбным со всеми и не быть врагом. Если ты можешь просто жить вот так. Не иметь ни друзей, ни врагов. Я правильно чуть-чуть перевела. Не быть ни с кем соединенным. Вы не можете находиться посередине. Если вы посередине, тогда вы ни с кем не соединены. Вы идете на работу. И там 10, 20, 30 человек работают. И вот там 10 человек работают. Кто-то сильно вас отражает. А с кем-то вообще вы никакой связи не имеете. С кем-то вы очень дружелюбны. С кем-то вы очень дружелюбны. Вот тогда вы свободны. Be involved. Be with persons, family, relations. But be like this. Don't be friend and don't be enemy. If I say don't be friend. Не иметь ни друзей, ни врагов. And you meet, you are maybe living in... Living in office. Going in office. Working. And I say don't be friendly. Then you say. Then you avoid. Ignore. No. I don't want to see. Look, I don't want to even talk. Otherwise, we'll be friendly start. This is also. And if you enemy, then anyhow you far. So you make him like an enemy. Be friend. Look like you are very best friend. No anybody more than you, friend. Look like. But inside don't take him. Very difficult. This is like a... You going in age of sword. Most difficult. Then you in relation and... Almost. Not possible. To go out. Like you say. Be in room with fire and not burning. If you have fire around you. You ask if I be with a man or a woman in relation and no will be free. Can't? And can also. But if you going in this way. As Kabira said. He has family. He has wives. He has one daughter. One son. Full like a four person in family. And living with them. Taking all of care of them. Living together. In one hut. But always. Disattached. Not. 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 As Redmay, he has to come. Or you have to go to him. Your energy. Or his energy come to you. As you have this here you thinking okay you've seen somebody. Just seen and judging. Start I. Я не успеваю. Когда вы смотрите на кого-то, вы начинаете судить, он хороший или плохой. И вот когда вы смотрите и начинаете судить, вот тогда вы начнете терять свою энергию. Вот вы пойдете на рынок, будете смотреть на магазины, в витрины. Этот магазин, тот магазин. И вот вы возвращаетесь домой и чувствуете, о, то платье было классное, о, эта вещь была классная, эта одежда была очень красивая. И ты думаешь, как я могу это купить. Твои отношения уже начались. Даже если просто платье, даже если платье не знает об этом. Платье даже не думает о тебе, оно висит в магазине, а ты думаешь об этом. Потому что ты вот идешь по магазинам и теряешь энергию. Поэтому вот никто не свободен. А иначе просветление, свобода. Это было бы очень легко, и мастер сказал бы, нам возьми вот счастье. Кабира сказал, understand, go like this. С этими строчками Кабиры. Идите, и все будет. Ну это почти невозможно. Как это просто искать, как практически все земли. Впрочем, практически ничего. Когда ты ничего не делаешь, то свободу появится. Если ты хочешь что-то, быть человеком. Даже если ты хочешь чего-то, быть человеком. Даже если ты просто думаешь о чем-то материальном. Если ты строишь дом, и ночью ты думаешь, как построить комнату и дом. Особенно случается только когда ты находишься с собой. Если ты пошел в социум и был осознан, то ты возвращаешься к себе домой и ты не чувствуешь ничего, как будто ты так и сидел в своей комнате. Собственно, быть в отношении и быть свободным. И как начинается отношение? Когда отношения начинаются, ты встречаешь кого-то. Ты хочешь мужчину, ты смотришь, тебе нравится, как выглядит энергия, как разговаривает. Что-то начинает происходить. И вы хотите стать ближе. Потом вы начинаете встречаться больше, становиться ближе. Когда вы встречаете нового человека, этот человек останавливает ваш ум. Ум. Потому что с любовью все пролетает, час-два пролетают очень быстро. И ты думаешь, о, завтра я снова хочу встретиться. И ум говорит, о, два часа очень быстро пролетели. Ни эго, ни ума. Мы наслаждались любовью два часа. Почему мы не можем быть семь часов вместе? Почему мы не можем быть вместе постоянно тогда? Поженимся. Будем жить вместе в одном доме. Ум хочет всего этого. Он жадный. Он думает, два часа, если наслаждались мы, то мы можем всю жизнь наслаждаться. Иногда вот любовь случается два-три месяца в жизни любви. Счастливые те, кто один год смогли прожить в любви. Потому что, когда вы в любви, вы летаете. Время пролетает очень быстро. Один месяц, два дня. Очень быстро вы летаете, когда вы в любви. Когда вы в любви, отношения еще как-то новые не начались. Даже если вы живете вместе. Но ум не может быть в любви. Мы живем в уме. Мы умеем. И умеем прыгать. И прыгать. И умеем. И умеем. Один слово пришло. Экспектация. И вот, когда ум начинает уже прыгать. Вы можете понять, что начались отношения, когда начались у вас ожидания. и осторожно и осторожно и ожидания. И мы думаем, что я не хочу это. Я не имею в виду. Я не имею в виду. Я уважаю, проблемы. Когда началась у вас. И все. Моя любовь очень хорошая любовь, очень хорошая любовь. Мы говорим о том, что мы не должны быть все вместе, почему не должны быть все вместе? Мы должны быть все вместе. Только вы, ни другого. И что случится после одного года? 7 lives? Нет, ни один год, ни один месяц, ни один день. Я не хочу быть с вами. В общем, это тоже произошло. Пожалуйста, иди отсюда из моего дома. Пожалуйста, оставь меня в покое. Это может быть. Единственное, как только ты знаешь как дожить с нами. Если у тебя есть любовь и ты любишь, то ты тоже эгораз. И если ты так оставишься, то его может оставаться. А если ты предупреди себя? Пожалуйста, это не так возможно. Поэтому, если говорить любовь и медитирование, то пространство, то так вот. Медитировать, то так вот. Медитацию означает, что я люблю себя. Когда ты любишь себя, когда ты полом любви, когда ты находишься рядом с собой, и тогда это любовь идет. Тогда ты можешь дать любви. Кто бы не пришел к тебе, твой муж, твои дети, твои друзья, ты даешь только любовь и любовь. И однажды эта любовь может закончить. И ты тоже закончишь, и ты тоже закончишь. Потому что любовь думает, дай мне любовь. Это неправильно. Все говорят, дайте мне любовь, дайте мне любовь. Это ошибка. Это называется майя. Как будто ты можешь это получить, но на самом деле без него не можешь получить. Создается впечатление, что он может наполнить тебя любовью. Любовь человек. Но оба не наполнили. Наполниться любовью невозможно. Ты можешь это сделать. Любовь должен быть ваше. Любовь должен быть вовремя. Дай друг другу. Дай друг другу. Но когда отношения случаются, сначала возникают жалобы. Он не должен делать все это. Он не должен идти туда и сюда. Да. Даже вот он приносит тебе много подарков. Но всегда этого мало. И даже не благодарите за такие подарки. Когда ты любишь. Когда ты любишь. Когда ты любишь. И ты очень благодарен. А когда вы в отношениях. Почему ты мне не приносишь подарки? Почему ты мне не приносишь на ужин? Благодарность закончилась. То есть как хочу, хочу начинается. И тогда заканчивается свобода. Мы сами свою свободу души. Мы сами это делаем. Потому что в любом случае вы рождены свободными. Так ведь мы сегодня более свободны. Но когда вы родите тело, тогда вы выслез Germans. И когда вы работаете, что у вас все равно свободны. Если вы работаете и вы отбываете, так что на нужном случае. Но после этого вы начните видеть. Вы связаны по рукам и ногам. Но когда вы начнете жить, вы связаны по рухам и ногам. Тогда вы дали правительство. Продолжение правительства. как существование дала тебе белую одежду, или белую бедшину. Очень чистая, очень бедная, нет нижнего места. Но когда кто-то идет, когда живой тело умирает, все бедшины черные. Все цветы черные. Вы тут, вы рождаетесь, и существование вам дает чистую белую просто. Когда вы уходите, она вся в грязи. Пятна. Но иногда свободное уйдет в миле. Иногда свободное уйдет в миле. Что делать? Если я сам свободен, и я не знаю, что я буду делать, они не нравятся. Небольшинство не об этом. Вы должны быть с удовольствием, вы должны быть с удовольствием, и с удовольствием. Это может случиться. Как только вы больше к своему центру возвращаетесь, твои отношения оканчиваются с сестрой и братом. Никогда не спросишь возможно свои роды, как дела. Потому что когда ты нахождаешься сам с собой, это приходит. У нас есть любовь просто. Обнимите дерево, оно будет очень счастливым. Я вам помню, я вам помню, я вам помню. Ну вот вы должны понимать, что мы не должны нарушать границы другого человека, все-таки вы живете в обществе. С теми, кто может вас понять, вы можете подойти и обнять все это называть в петь вместе. Они вас поймут, потому что с ними происходит то же самое. Иногда они очень раздражены, иногда очень полны любви, иногда очень злые, иногда наоборот очень много любви в них. Так что они не могут выдержать это в себе, они хотят отдать кому-то. Если никого нет, то никто не может понять. Даже любовь, даже зналеждая. Не дайте ни зналеждая, кто не хочет. Вот сейчас вы будете делать медитацию. Но случается, что вы чувствуете себя очень хорошо, полны любви и выплат. Вы приходите к себе домой и говорите маме, медитируй, давай, медитируй, брату говорите, медитируй. Все медитируйте. Но так делать не нужно. Если тот, кто хочет, он сам придет. Не нужно вываливать это вот на всех подряд. Как будто у вас есть бриллиант. Храните его в секретном месте. Может, если вы будете всем показывать, может быть, вы его потеряете. Потому что он очень ценен. Если у вас есть любовь, это очень хорошо. Сердце очень хочет делиться с вами. Но если не происходит вот это деление, если не с ним, держите в себе сохранение. Пусть вся эта любовь идет во внутрь, пусть она растет внутри. Пусть она раскрывается внутри. Пусть она раскрывается внутри. Если кто-то приходит, хорошо. Может быть, ты от кого-то любишь и не чувствуешь, что я должен ему сказать или не сказать. Поделиться. Ты у вас снова скажу. Чувствуешь правильное время когда подойдет к человеку. Я не знаю, я не смотрю, я не смотрю, я не смотрю, когда время, когда его энергия тоже приходит, и тогда мы можем общаться с другими другими, мы можем общаться с другими. Но любовь всегда хорошо, любовь всегда прав, но в отношениях нет. Сначала все встречается в любви, а потом начинаются отношения. Я говорю, что практически невозможно быть в любви, быть в отношениях. Отношения этого не только мы еще не родены. Две девушки, два парня, два друга. Даже если просто вы несколько часов каждый день болтаете по телефону. Да, я знаю, это случается, когда ты здесь, а твой друг в Германии, по ночам разговариваете, вот в десять ночи начинаете говорить, в два часа ночи заканчиваете. Это означает, что это отношение. Отношение это, когда вы не можете быть без этого. Это значит, что вы не можете нехождаться сами с собой. Сначала вы должны научиться любить себя. Когда вы умеете любить себя, тогда вы умеете любить других. Когда кто-то вот приходит к вам, очень хорошо. Но отношение это по-другому. Почему ты покидаешь меня? Ты не любишь. Ты не должен его покинуть. Кто-то вот умирает. Кто-то умирает, почему люди хвачут? Потому что любят отношения. Потому что, если бы они были свободны, они сказали, да хорошо, вот он прожит 50, 60, 70 лет. Он бьюсь. Сейчас его время уходить. И тогда ты ему говоришь последнее до свидания с большой новостью. Такое происходит в жизни. Встречается в жизни. И это уверено, что если кто-то встретит, он тоже будет. Никто не может оставить в жизни. Никто не может помнить, что этот человек пойдет рано или поздно. Ум хочет, чтобы этот человек всегда был. Никто не может помнить. Может быть, всю жизнь вы будете вместе. Кто-то из вас умрет первым. Может, даже вы один одновременно умрете. После смерти никто не знает, кто где находится. Вот если вы понимаете это, что я пришел сюда один. И наслаждаться тоже должен начать. Медитация учит вас, что это означает, что медитация учит вас быть одновременно. Медитация, когда закрыли глаза, уши, рот и наедине с собой. Если вы находитесь с собой, вы наслаждаетесь. Вот тогда вы можете наслаждаться с другими людьми. Если вы не наслаждаетесь надеждами собой, как вы можете быть с другими людьми? Это почти не возможно. Поэтому всегда связи с другими людьми. И после некоторых времени вы можете сказать, что нет, нет, нет. Вы не можете наслаждаться. Потому что вы не наслаждаетесь. Если вы наслаждаетесь, то другие могут наслаждаться. Вы самый близкий к вам. Ты тот, кто находится ближе всех сам к себе. Никто от тебя не находит так близко, как ты сам. Ни родители, ни дети, ни твой партнер. Не наслаждайся сначала сам с собой, потом ты сможешь наслаждаться всем миром. Без ожиданий. Кто-то приходит к тебе. Хорошо. Куда бы ты ни пошел, везде наслаждаешься. Сидишь на пляже. Хорошо. В ресторане. Хорошо. Сидишь один в комнате у себя. Все. Чувствуешь себя хорошо. Чувствуешь себя хорошо. Первое, что ты наслаждайся, нужно научиться. Это медитация. Первое, что ты наслаждай себя. Медитация у нас учит. Наслаждаться с собой. Ведение. Тогда твой любовь останется. Тогда твой любовь останется с которыми ты. И тогда ты тоже не нужна. Тогда тебе и не надо, чтобы кто-то был рядом. Почему мы будем быть с кем-то? Мы думаем, что этот человек может нам дать любовь. Но если ты уже наслаждайся сам с собой, то любая потребность в этом отпадает. Когда эта потребность исчезает, тогда и настоящая любовь начинается. Мы очень хорошим общением. Подходим, помогли нам от другого. Если с intuitивными, опять же есть чув Dol聲. Один может бытьая. Когда играть женщина. Хотел Habер orada? Что �ain. Что-очень бываем? Мы общаемся, доброе ощущение. Ты просто делишься тем, что ты боишься, но с моей любовью можешь находиться с партнером. В отношениях этого не происходит. Практически невозможно быть в любви и в отношениях. Только возможно, если вы находитесь вместе, и потом ты возвращаешься сам к себе. Потом опять встречаетесь. И тогда после медитации каждый день тебе кажется, что твой муж, твой партнер, новый человек, встречаешь заново его. Потому что через какое-то время, если ты не делаешь медитацию, ты не хочешь видеть этого человека, даже если он самый красивый. Даже если кто-то идет с красивой домой. Другие люди смотрят на нее очень красиво. И этот муж говорит, что здесь красиво? Ничего красивого. Почему ты так смотрел на нее? Вот она с ним находит, а он даже не хочет на нее смотреть. Любовь делает вас красивыми. Если ты любишь, то хорошо. Если медитация и любовь идут вместе, то очень хорошо. Внутри и внутри, то очень хорошо. Если вы просто будете медитировать и не будете делить, то вы станете черствами. Скучно. Сначала наполнитесь любовью, потом делитесь ею. Вы можете делиться теми, кто хочет ее получить. У вас два крыла. Любовь и медитация. Если вы будете с одним крылом только любовь и любовь, вы не сможете лететь. Если только-только медитация, то вы не сможете летать. Надо так, чтобы была и любовь, и медитация. Вот, мы заканчиваем сегодняшний сатсанг. Это настоящий вопрос. Это ваша настоящая проблема. Иногда люди спрашивают очень серьезные, очень высокие вопросы. Но вот настоящая проблема. Этот вопрос. Это проблема почти всегда. Потому что мы живем в жизни. Мы живем в жизни. И мы хотим быть в отношениях. Я могу поговорить о тантре. Я могу поговорить о чем-то, о чем вы любите, о чем вы спросите. Я могу рассказать о чем угодно. Окей. Музычку. Сейчас. И в 12.30 вечером, утреатые люди будут здесь. Мы проводим один медитация. И какие-то люди тоже могут делать. Они могут делать. Это медитация. Это медитация. Вообще-то. can join, who want.